Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас понедельник, 9 марта. У меня была недельная пауза в связи с тем, что, во-первых, у нас были учебные каникулы, а во-вторых, в связи с тем, что я несколько приболел, и я сидел дома и никуда не выходил. Вот так вот скучно и неинтересно провел свои каникулы. Собственно, сегодня хочу поговорить про такую тему, как иммиграция и наличие детей. Что именно я имею в виду? Меня вот спрашивают, такой несколько личный вопрос, насколько я одинок-неодинок в своей миграции, в том плане, насколько я мигрировал с семьей или без семьи. Ну, по ходу пьесы я вспомнил всякие разные вопросы, которые тоже на эту тему задавались, и вопросы имели отношение к тому, насколько важно или не важно наличие детей и семьи перед иммиграцией. Собственно, на эту тему сейчас хотел поговорить, потому что существует некий такой стереотип, что иммиграция, она хороша для семейных, иммиграция приветствует семейных, скажем так, и что, дескать, если ты одинок, то шансы на то, что твою кандидатуру одобрят, и ты иммигрируешь, они резко понижаются. Собственно, хочу начать с этого самого личного вопроса, который мне задавали, что насколько я одинок или не одинок в иммиграции в своей, я иммигрирую абсолютно гордо в одиночестве, то есть абсолютно все бумажки, телодвижения я делал, будучи одиноким человеком, без семи, без детей, без всего. И я знаю так же людей, которые так же в одиночку иммигрировали и прошли процесс вот начала до конца самостоятельности каких-либо проблем именно из-за того, что они были без семейных, без семейных. То есть реально знаю много людей, которые иммигрировали, будучи одинокими людьми. Поэтому хочу сказать точно, что никакой связи между тем, что ты семью или ты без семьи, с точки зрения неуспешности и иммиграции, нет. Если бы одинокий человек, одинокая девушка или одинокий молодой человек, не стесняйтесь ни в коем случае этого обстоятельства, и не полагайте, что это обстоятельство будет являться каким-то блокирующим фактором для того, чтобы вы иммигрировали. Все в ваших руках, на самом деле, и заключительно от того, насколько вы хороший специалист в какой-то области и от того, насколько вы хорошо знаете английский и язык, будет зависеть весь ваш процесс иммиграции. Теперь, что касается вопроса наличия семьи с точки зрения иммиграции, с точки зрения прохождения процедуры, то есть наличие у человека семьи глазами иммиграционного офицера. Что это дает? Это дает дополнительные шансы, если у вас есть семья и дети, точнее, не шанс, а дополнительные баллы за адаптацию, Канада заинтересована в том, чтобы вы были из детьми в том плане, что вы привыкли с собой молодых потенциальных канадцев, которые хоть и не родились на территории Канады, но при этом, будучи детьми, они с высокой долей вероятности воспримут канадские ценности, станут полноценными канадцами, и Канады просто в это будут интересованы. То есть вы приводите с собой свежую кровь. Вы не просто там приводите себя, с вами непонятно, будете вы еще кого-то рожать, не будете вы кого-то рождать, но вы приводите уже свежий кровь, который 100% интегрируется в местную жизнь, 100% сделает что-то полезное в дальнейшем, уже будучи как коренной канадец, скажем так. Поэтому наличие у вас детей даст вам плюс для эмиграции, и для тех людей, у которых проблемы с набором необходимого количества баллов, дети – это реально большое подспорье, потому что если вам не хватает баллов за язык, или если вам не хватает баллов за образование, то дети, по большому счету, могут стать, если у вас там два-три ребенка, они могут стать той бальной массой, скажем так, извините за синичное выражение, которая позволит вам приехать в Канаду. В общем, в качестве резюме этого видео хочу сказать, что, а, не бойтесь эмигрировать, если вы одиноки, наличие или отсутствие семьи не является препятствием или сильным подспорьем для того, чтобы пройти эмиграционный процесс, и, б, если у вас есть семья, то было бы здорово, чтобы у вас были еще и дети, в немальном количестве, по крайней мере, от двух человек, что вам, в свою очередь, даст дополнительные баллы для того, чтобы покрыть недостаток, недостачу, да, недостаток, скорее, недостаток баллов для, собственно, покрытия ваших дыр, в кавычках, да, в области профессии, языков и еще чего-нибудь там. В общем, как-то вот такой интелитарный глубоко подход и после всему этому делал, но еще раз повторяю, что никакой проблемы из-за того, что у вас есть или нет семьи, для эмиграции это не создает. Все, друзья мои, на этом заканчиваю это видео. Желаю вам всего самого хорошего и до свидания.